Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Еще какой момент. Изгонятель джинов, если он хороший специалист, не дотрагивается до тела. Особенно до женского. Если сам изгонятель джинов мужчина. На каком основании ты трогаешь чужую женщину? Эта женщина, она тебе доверилась, или ее родственники тебе ее доверили, а ты приходишь и лапаешь ее. Вот такой ты, значит, шейх, да? Специалист по лапанию. К таким не ходите. Вообще, очень осторожны будьте. Вы позволяете постороннему человеку делать какие-то манипуляции с вашим сознанием. Может, у вас после этого галлюцинации начнутся, хотя до этого у вас их не было. Также один из признаков того, что в человеке, возможно, джинн, в том, что во время Магриба, когда солнце садится, джинн начинает как-то проявляться. Почему? Потому что пророк Мухаммад сказал нам, что в это время, во время заката солнца, во время Магриба, выходят джинны. И если речь идет о случае, когда вселился джинн, или когда порчу навели, джинн сильнее проявляется. Может быть такое, что увидишь какую-то темную тень, движущуюся, или что-то типа того. Иногда кто-то из окружающих может это увидеть. Иногда животные могут реагировать странно на человека, в котором есть джинн. Иногда бывает такое. Домашние животные очень странно начинают себя вести в присутствии такого человека. Опять же, это только признаки. Точный диагноз может поставить только специалист. Определить, одержим человек или нет. Если джинн есть, как его выгнать? Как я уже говорил, самое сильное средство, это когда вы сами читаете Коран. На арабском, правильно. Еще нужно, чтобы тело было чистым. На теле и одежде не должно быть нечистот. Чтобы не запачкаться, в туалет нужно ходить сидя, как по большому, так и по маленькому. Я про мужчин говорю. Поймите, это важно. Бывает вот на джума. В пятницу приходишь в мечеть, идешь в туалет и видишь, что там очень грязно. Потому что некоторые мусульмане, которые приходят в мечеть, ходят в туалет стоя. И если у тебя остается моча на теле или одежде, ты тем самым облегчаешь шайтанам доступ к своей душе. Сестры, по поводу месячных. Как только у вас месячные закончились, вымойтесь как следует. Настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы не осталось вообще ничего. Для чего это нужно делать? Помимо обычной бытовой чистоплотности. Понимаете, шайтаны, дьяволы, любят вот это грязное. Перед тем, как в туалет зайти, пророк нас учил, что читать? С именем Аллаха, о Аллах, я прибегаю к твоей защите от дурных джинов мужского пола и от дурных джинов женского пола. От шайтанов, от дьяволов. Хубуси валь хабаис. Такая вот у них природа. Такая у них сущность. Они любят нечистоты. Поэтому, если на твоем теле или одежде нечистоты, ты становишься мишенью для них. Ну и, конечно, очень важно, соблюдайте ислам. Выполнение минимальных обязанностей, которые Аллах на нас возложил, и оставление больших грехов, и от маленьких тоже. Если каждый день соблюдаете, проблем не будет. Но даже если так получится по воле Аллаха, что проблемы с джиннами будут, справиться будет проще. Смотрите. В основе нам с вами беспокоиться не о чем. В большинстве домов таких вещей не происходит. Я уже говорил, что у некоторых азиатов навязчивая идея. Чуть что, сразу начинают думать на джинов. В большинстве случаев проблемы какие-то не связаны с порчей. Причина может быть чисто психологическая или физическая. Когда ко мне приходят с такими проблемами, я просто людям задаю несколько дежурных вопросов. Может быть у человека кризис среднего возраста. Лет в 35, допустим, наступает у людей определенное состояние, переосмысление прошлого, мысли о будущем и так далее. Штормит человека немного. В том числе и в семейной жизни. Это естественно. Некоторые из вас улыбаются, я вам жизнь спасаю. Это естественно. Почему? Потому что когда поженились только что, думаете только друг о друге. Есть только ты и она. И все. Утром просыпаешься и думаешь только о ней. Занят только ею. И все. Потом появляется ребенок. Теперь она уже не может уделять тебе столько же внимания, как и раньше. И на этой почве могут возникнуть некоторые размолвки. Внимания не хватает. Но они все равно любят друг друга. Ну просто теперь появился маленький ребеночек. Появляется второй. Тогда забот больше становится. Люди меньше друг с другом времени проводят. Тут надо укреплять отношения. Гулять побольше друг с другом. Как-то отдыхать от детей тоже. Иначе друг от друга отдаляетесь. Жена говорит. Например. Ты больше меня не любишь? И когда вот такое происходит, не надо все валить на джинов. Не спешите с выводами. Не думайте, что порчу навели. Посмотрите, что у вас под носом происходит. Зачастую вы сами виноваты. Вот еще одно, о чем я хочу вам рассказать. Это дурной глаз или сглаз. В английском языке, в словосочетании, означающем сглаз, присутствует слово evil, то есть дурной. В арабском это просто называется аль-аин. Аль-аин это значит глаз. На языке урду говорится назар. Это все одно и то же. То есть в арабском и индийском в словосочетании нет слова дурной. Почему? Я заостряю на этом внимание. Потому что дурной глаз может исходить не только от злого человека. Не надо думать, что сглазить может только злой человек. Человек может сглазить без дурных намерений. Он не желает зла тебе, твоему ребенку. Сглазить могут даже близкие, которые любят тебя. Сглазить могут даже ваши родители. Любящие бабушки, дедушки тоже могут сглазить. Супруг или супруга может. И такое бывает. Близкий друг может сглазить. Причем я говорю, безо всяких злых намерений. Бывает такое. Вот например мой старший сын. Лет 10-12 назад. Бывало ехал в гости к бабушке, дедушке. А по возвращению начинал заикаться. Вообще у него проблем с речью не было. Но вот именно когда от бабушки и дедушки возвращался. То вдруг начинал заикаться. Если бы я был импульсивным. Я бы сказал этим бабушке и дедушке. Так, ну все. Сын мой больше к вам в гости не приедет. Злые вы. Вон посмотрите, сглазили. И на этом отношения с родственниками прекратились бы. Но у них же не было намерения сглазить. Просто они его очень сильно любят. И как получается. Иной раз, когда люди чем-то сильно восхищаются. И при этом не говорят. Мааща Аллах. Причем осмысленно. Понимая, что они произносят. Мааща Аллах. То есть, так пожелал Аллах. Или надо сказать, да благословит тебя Аллах. Если так не сказать. Можешь сглазить. И я как сделал. Есть такой способ. Ученые о нем сказали. По личному опыту. Этого нет в хадисах. Просто некоторые ученые увидели, что это работает. Бывает, что человек читает какие-то аяты Корана. И видит, что Аллах им помогает через это. Ну и человек может с другим поделиться. Мол, знаешь, у меня вот то-то, то-то было. Я читал эти аяты Корана. И Аллах помог мне через это. Попробуй и ты тоже. Может, и тебе Аллах поможет. Ну так вот, ученые от сглаза советуют читать. Два последних аята. Суры Аль-Калям. Суры Письменная Трость. 68-я сура. Эти аяты я читал 41 раз. Потом дул на сына или дул на воду и давал ему выпить. И Аллах, он прекратил заикаться. Потом он снова ехал в гости к бабушке и дедушке. Через пару недель. Возвращается, снова заикается. Я опять читал 41 раз. Два последних аята Суры Аль-Калям. И это помогало. Когда он до определенного возраста дорос, у него это полностью прошло. Вот еще момент. Когда я дома ремонт делал, было это лет 9 назад. Классно же выглядит, когда у тебя пол новенький, деревянный пол, стены покрашены, где-то дизайнерские элементы. И все такое прям аж сверкает. В итоге люди приходят и начинают восхищаться. Вау! Вау! И наверное уж нет у них злых намерений при этом. Типа Вау! Нет, такие тоже есть. В душе обзавидовались, хотя виду не подают. Но не обязательно в человеке должна быть зависть. Но человек может сглазить, сам того не зная. И потом в доме что-то не ладится. Здесь что-то сломалось, там что-то не то, тут что-то не работает. И я читаю эти аяты, дую на воду, разбрызгиваю ее по дому и становится нормально. Ну а там до следующих гостей. Люди приходят, восхищаются, в итоге сглаз. И это происходит, пока твой дом немножечко не поистаскается. Пока чуток не потускнеет, вот это его сияющая новизна. Тогда это прекращается. Помню однажды как получилось. Банка у нас упала. Когда буфет кто-то открывал, рукой задел, в итоге банка падает на пол. И от удара трескается плитка на полу. И я такой думаю, отлично. Вот и хорошо. Жена говорит, поменять бы. Я говорю, нет. Че, говорит, не будешь менять? Нет, говорю. Говорю, наоборот, хорошо. Она такая, что хорошего-то? Я говорю, ну потому что теперь, когда люди придут к нам в гости, будут восхищаться, потом посмотрят под ноги. А, плитка вот разбита. Поменять бы вам. Отлично! Когда человек видит какой-то изъян, это нарушает его восхищение. А люди-то как делают? Субханаллах. Фоткают все, выкладывают в соцсетях. Уж и не поесть теперь без того, чтобы еду не сфоткать. Ну как, есть сел? Сфоткаться надо с едой-то. А потом выложить в инстаграм. Зачем вы это делаете? Садишься ты, значит, поесть. И начинаешь фоткаться с едой. И такой радуешься, ой, какая фотка-то классная получилась. Сейчас мы ее выложим. А перед этим еще фильтр на фотку накладывают. Чтоб еда выглядела вкуснее, чем она есть в реальности. И чтоб лицо твое было красивее, чем в реальности. Но серьезно, вот сравниваешь лицо человека с его фоткой на аватарке. Так это ж не ты. Там ретушь кожи просто в мыло. После этой авторетуши никаких пор на лице не видно. И человек, получается, выставляет уже не свое фото, а фото подвергшиеся обработке авторетушью. И выглядит так, будто лицо прям, ну, идеальное. Смотришь и такой думаешь, ну, прям помолодел. Никогда не судите о внешности человека по таким вот фоткам обработанным. Если кто-то сватается с такими фотками, будьте на стороже. Реальное лицо может сильно отличаться. Увидите его. И скажете, да это вообще близко не он. Ну и это насчет еды-то. Вот ее фоткают, значит. А потом что-то, опа, живот болит. И что вы думаете? Этого не может быть из-за сглаза? Еще как может. А что, неудивительно? Представляешь, сколько людей посмотрят. Большие шансы сглазить. Если б я свою еду фоткал, то выкладывал бы только через двое суток. Пускай она сначала переварится и выйдет. Чтоб ее не сглазили, пока она во мне. Пускай ее сглазят, когда она будет уже переработанная в канализации. Чтобы в тот момент, когда ее сглазят, ее не было ни во мне, ни у меня дома. Люди все подряд выкладывают. Детей, семейные фото. То и дело выкладывают. Дети маленькие фоткают себя, выкладывают в инстаграме, на фейсбуке выкладывают. Мол, пускай весь мир посмотрит, как мы живем. И, кстати, если посмотреть на них, на этих фотках, они там всегда улыбаются. А если в жизни человека знаешь, смотришь и думаешь, в жизни ты так не улыбаешься. В интернете все хотят выглядеть идеальными, счастливыми. Смотришь и думаешь, да если б ты в жизни столько улыбался, у тебя б, наверное, уже мышцы лица свело. Потому что в жизни столько не улыбаются. Никто столько не улыбается. И в итоге люди на это смотрят, восхищаются и получается сглаз. И у тебя в жизни что-то не ладится потом. Детей сглазить могут. Зачем тебе это? Фотки скидывают только близким членам семьи. Не надо показывать свою жизнь всему миру. Свой дом, свою машину, свои какие-то вещи. Люди женятся и хотят, чтобы весь мир видел, как у них свадьба прошла, фотки во всех подробностях. Но это же фальшивка. Фальшивка. Ведь на ней сейчас макияж. А что такое макияж? Это маска. Давайте называть вещи своими именами. Если вы дома используете макияж между намазами, то это классно, конечно, выглядеть красиво. Для своего мужа. Но по факту макияж это маска. И по фотке с макияжем судить о внешности женщины нельзя. Если ты сватаешься к кому-то, смотришь фотки невесты, а она, к примеру, с макияжем на фотке, то, глядя на нее, знай, ты видишь не то, что есть на самом деле. Конечно, с помощью макияжа можно добиться идеальной картинки. Грамотный макияж преображает, ого-го, как. Тщательно подобрать цвета, чтобы они подходили друг к другу. Это вот как примерно то же самое, как в случае с авторетушью в телефоне, когда люди фильтры на фотки накладывают. Идеально выглядит. И помимо того, что ты создаешь ложные впечатления о себе, тебя могут сглазить. И у тебя в жизни будут какие-то проблемы, а ты даже не будешь знать, откуда они. Так что смотрите. Делать нужно вот что. Говорите «Ма-ша Аллах». Так пожелал Аллах. Скажите «Ма-ша Аллах». В суре Кехов, суре Пещер, 18-е сур, Аллах говорит «Ма-ша Аллах, ля кубата илля биллях». Так пожелал Аллах, нет мощи, кроме как у Аллаха. Говорите «Ма-ша Аллах, ля кубата илля биллях». Или говорите «Барак Аллаху фиг». «Барак Аллаху фиг». Что означает благословит тебя Аллах. Говорите это осмысленно, чтобы не сглазить. Если вы так говорите, аль-хамду-ли-лях, тогда вы не сглазите. Передается в хадисе, что посланник Аллаха это сказал. Так что, когда домой придете и посмотрите на жену, скажите ма-ша- Аллах. Так пожелал Аллах. Ма-ша- Аллах. Жена-удивица скажет, что это с тобой? Ты раньше не говорил мне ма-ша- Аллах? А ты ей скажи. Я сегодня на лекции был. Шейх сказал, надо посмотреть на жену и сказать ма-ша- Аллах. Потому что она такая красивая. Она скажет, это про что такая лекция была? А ты скажи про дьяволов. Издеваться не надо, конечно, над женой. Ну, в общем. Вот все эти случаи, о которых я вам рассказывал. Будь то о джинах, будь то о порче, о колдовстве, истории о сглазе. Ото всего этого помогает профилактика в виде чтения Корана. Первое, о чем я вам говорил. Не бойтесь джинов. Второе. Почаще говорите бисмиллях. Когда заходите домой, когда выходите из дома. Третье, очень важное, читайте Коран. На арабском, правильно. Перевод тоже, конечно. Чтение Корана это самое сильное. Чтение Корана на арабском отгоняет дьяволов. Если с вами что-то не так, проверьтесь у врача. Помните, может быть всякое. Не нужно это отрицать. Да, проблемы могут быть из-за джинов. Из-за сглаза, порчи. Но причина может быть чисто физическая или психологическая, психическая. Вы этого не знаете. Поэтому идите к специалисту, ко врачу. Это первонаперво. Чтобы исключить эти варианты, вот лично мое мнение, две трети случаев с какими-то симптомами связаны со здоровьем, а не с джинами, не со сглазом и не с порчей. И ко всему этому я еще хочу вот что добавить. Да, я говорю проверяться у врачей. Но в то же самое время я кое-что хочу добавить. Здесь у нас, в Англии, врачи, терапевты, порабощены, не побоюсь этого слова, порабощены фармацевтическими компаниями. Они им не позволяют давать какие-то рецепты, кроме тех, которые говорят им давать фармацевтические компании. Они говорят этим терапевтам, какие конкретно прописывать лекарства из их ассортимента. Иной раз как бывает. Я должен об этом сказать. Это очень важно. Правда важно. Многие, многие случаи депрессии, стресса, лишь только еще сильнее усугубляются, когда человек принимает лекарства, которые ему прописали. Я должен это сказать. Меня могут за это спросить, я отвечу. Почему я это говорю? Из-за побочных эффектов. Фармацевтические фабрики в Британии чисты. Смотрите, я понимаю. Действительно бывают случаи, когда нужно принимать эти лекарства. Я не говорю вам отказаться от лекарств. Я только говорю, выслушайте альтернативное мнение. Я вас не отговариваю ходить ко врачам. Ходите, но альтернативное мнение по вашей симптоматике тоже полезно будет выяснить. У других врачей сходите к частному врачу. Ну да, заплатите вы ему какую-то сумму 300-400 фунтов, но вы услышите альтернативное мнение. И эта информация вам может очень сильно помочь. Вы можете даже полететь. Я серьезно, я вас сейчас не разыгрываю. Можете полететь в Индию. И уровень медицинского обслуживания, которое вы там получите, иншалла, будет лучше, чем здесь. Я тут родственницу встретил на днях. Ей зубы лечить надо было. В этой стране ей зарядили цену в 2000 фунтов. Она полетела в Бангладеш. В Силхет. Да-да, Бангладеш уже не тот. И там ей зубы вылечили. Всего-навсего за две сотни. У людей в других странах порой такая же квалификация. Те же инструменты, а то и лучше. Так что я вас не отговариваю ко врачам ходить. В общем, если у вас депрессия, пожалуйста, выслушивайте альтернативное мнение. Мало ли, может еще что сделать можно. Может травы какие попить. Безо всяких побочек. Медицине тысячи лет. Много всего накоплено было за это время. Китайская медицина, основанная на травах. Да всякие виды лекарств существуют. Не обязательно вам пить все то, что вам прописывают врачи. В Индии, в Пакистане, в Бангладеше есть знающие люди, лечащие травами. Натуральное лечение. Это может помочь. Я не говорю, что это самый лучший вариант обязательно. Во всех случаях. Надо индивидуально смотреть. Но помочь это может. Просите Аллаха благословить пророка Мухаммада, Это одно из лучших лекарств от депрессии. После чтения Корана. Вообще о депрессии постарайтесь ее распознать на ранних стадиях и пресечь. Зачастую откуда она берется? Люди сидят в своей квартирке, весь день дома, особо не двигаются, выходят редко, воздуха свежего мало. То есть чисто физиологические факторы начинают здесь работать. И психологические тоже. В одних и тех же четырех стенах сидишь, свет белый только в окно видишь. Тем более, если тебе 40-50, ты начинаешь себя накручивать, думаешь-думаешь о проблемах, зацикливаешься на них. Может с детьми что-то не так, семейная жизнь не ладится. Ты себя накручиваешь-накручиваешь наедине с самим собой, с семьей никуда не выходишь, людей толком не видишь, не посмеяться, не расслабиться особо. Просто сидишь и думаешь-думаешь-думаешь о проблемах, конечно же. И в итоге что? Депрессия. Если в вашей семье есть человек, который такую жизнь ведет, выдергивайте его из этой среды, почаще сидите с ним, разговаривайте, выдергивайте из дома куда-нибудь, даже просто посмеяться, это уже разрядка. К родне сходить куда-нибудь, в гости сходить, пускай подольше в гостях побудет. Скажите его родственникам, чтоб они с ним побольше общались, чтоб в люди выходил, пускай двигается, упражняется на свежем воздухе, гуляет, с людьми встречается, разговаривает с ними. Нужно выдергивать человека из замкнутого круга. Вот даже посмеяться, это очень хорошее лекарство от депрессии. А чем больше человек в такой среде находится, где он не смеется, с людьми не общается, тем больше проблем. Вообще проблем много же всяких. У сына с женой проблемы, или у дочери с мужем. Поддержите таких родителей. Скажите, все нормально будет, иншаллах. Поднимайте им дух. Все эти вещи помогут. Тем, кто вот-вот погрузится в депрессию, помогут в нее не погрузиться. Это достаточно простые вещи. Я понимаю, есть запущенные случаи, когда уже лекарства принимать нужно. Но будьте осторожны, внимательно читайте список побочных эффектов. И пусть больной сам решит, пить или нет. Но врачи в целом знают какое-то альтернативное лечение для вашей проблемы, но они вам его не скажут. Они вам будут предписывать то, что диктуют им фармацевтические компании. Так что займитесь, пожалуйста. Выясните самостоятельно, какие существуют альтернативные методы лечения. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.